Слушай, я посмотрел по телевизору новости, у меня разболелась и голова. Чё? Выпить таблетку? Ладно, я тебе потом позвоню. Алё, Люд, это я. Я выпил таблетку от головы, оказалось, что это слабительное. Чё так мне надо? Ну я ж по цене убирал. Ну выпил, чё, подороже. Ну ладно, хорошо, чтоб ты не волновался, я проглочу сейчас саму дешёвую. Алё, Люд, это я. Я выпил от кашля. Три копейки, десять штук. Но там срок годности, 1947 год. Как чё чувствую? Чувствую, что хочется есть, думать о чём-нибудь противном. Я нашу свадьбу вспомнил. Сколько там еды было. Ладно, сейчас пойду лёд с морозильника сварю, там всё, должен запах остаться. Алё, Люд, это я. Ну чё ты мужским голосом говоришь? Сам козёл, я правильно набираю. Алё, Люд, представь, звоню тебе, попадаю на какую-то сволочь. Это опять вы? В башке у меня ничего не перепуталось, на телефонной станции чё-то перепуталось. Сам верблюд, тьфу! За эту гадость я телефонную трубку плюнул. И голос какой-то противный. Ё, такой же голос моего начальника. Это я себе на работу звонил? А, пёс с ним, скоро нас всё равно всех разгонит. Да, мне бы ещё месяцев девять продержаться. А там крапиву посвятить. Ягоды, грибы. Ну а когда грибы кончатся, я начну поезда под откос пускать. Ну а чё, если все голодные объединятся, у нас будет самое большое партизанское соединение в мире. Имени твоей матери. Смотри, какие шутки, я вам уже пароль придумал. У вас продаётся совесть? Ответ, совесть продана. Остаётся надежда. Привет! Смотри, что у меня есть. Это Витас. А я Вовка. Меня так родители назвали. В честь деда Гришки. А бабушка зовёт меня подхитыш. Потому что меня всё время кого-нибудь подхитывает. Она у меня хорошая, мы с ней дружим. Она мне сказки рассказывает на ночь. Страшный, страшный. Она меня к жизни готовит. Это баба Ягу. Баба Яга, знаешь, такая страшная, страшная. Такая страшная. Что когда крысы съели её паспорт, они не тронули её в фотографии. А ещё мне папа сказки рассказывает иногда. Ну, когда он дома. Разные, по-разному начинаются. Там жили-были, или в некотором царте, в некотором государстве. А да, заканчиваются все одинаково. А ещё у меня дед Гришка есть. Он весёлый. Он улыбается всё время. Он вот так вот улыбается. Он вот так вот улыбается всё время, потому что ему поставили зубы не его размера. А ещё мы в зоопарк ходили. Я хотела там шпана покормить. Но я не знал, куда давать. У него же с двух сторон хвост. А потом мы с Петькой дрались. Так что дрались. Мы так с Петькой дрались. Что теперь мне надо покупать новую майку, а Петькиному папе надо покупать нового Петьку. А потом мы помирились с Петкой. Петькин папа хотел меня на колени посадить к себе. А я сказала, что у него не получится, потому что там уже его живот бежит. Ты знаешь, знаешь, насколько тюбика зубной пасты хватает? Тюбика зубной пасты хватает на одну гостиную, коридор и половину лодки. Теперь меня точно родители пора-то подкинут и ни разу не поймают. Они уже и так говорят, откуда ты такой взялся на нашу голову? А я говорю, вы же меня сами родили. И хватит меня подкидывать. Воспитывайте меня сами, если хотите, чтобы я человеку стал. А если будете подкидывать, я вам такое подкину, что мало не покажется. Объявление продам квартиру в Москве или поменяю на поселок городского типа в Поканской области. У многих людей есть проблема, как тост говорить, какие слова говорить. И все одно и то же. Я не могу это слышать. Здоровья, счастья, долгих лет. Долгих лет здоровья, счастья. Ничего не сбывается. Все одно и то же. Кому-то хочется сказать что-то оригинальное, но больше его не хватает, как набрать воздух в грудь, сделать вид, что сейчас он скажет такое, что никто не говорил. Он говорит, я тебе желаю человеческого счастья. Вот это мне нравится. Вот где-то есть нечеловеческое счастье, значит. Тост предлагаю. Попробуйте. Успех будете иметь. Давайте выпьем за его талант, не чокаясь. Старик! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...